В эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Эван Блас, он же Ивликс, известный своими утечками о предстоящих устройствах различных компании опубликовал первое фото нового флагмана компании HTC, и, похоже, опасения фанатов марки оправдались. Судя по снимку, HTC One M10, как и недавно представленный HTC One A9, снова будет во многом копировать флагман Apple iPhone 6s. Тот же алюминиевый корпус с закругленными краями и стеклянная передняя панель, плавно переходящая в него. Жаль, что в HTC решили поднимать продажи, не изобретая что-то новое, а копируя конкурентов. Что касается характеристик, то ожидается две версии процессора, производства Qualcomm и Mediatek. Оперативной памяти, как сообщает портал Gagadget.com, будет 4 ГБ, постоянные 32 ГБ с возможностью расширения картами памяти. Экран получит диагональ 5,1 дюйма и Quad HD разрешение. Технология дисплея предположительно AMOLED. Под экраном расположится датчик отпечатков пальцев. Далее камера разрешения 12 Мп, фирменная технология Ultra Pixel, которая помогает захватывать больше света при съемке, а также оптическая стабилизация. Релиз HTC One M10 ожидается в предстоящем марте. Умные часы на операционной системе Android Wear сейчас активно обновляются на прошивку, недавно выпущенную Google. Изменений немного, но они достаточно существенные. Во-первых, появились новые жесты, которые призваны сделать навигацию по меню и приложением более удобной. Стряхивая, поднимая или же толкая часы рукой, теперь можно вернуться на главный экран, открыть нужную карточку или перейти к списку приложений. Осталось только запомнить все эти многочисленные жесты и начать ими пользоваться. Во-вторых, расширилась функциональность голосового ввода. Теперь можно надиктовать и отправить сообщения через такие приложения, как Google Hangouts, Telegram, Viber, WeChat и WhatsApp. Ну и в-третьих, появилась нативная поддержка встроенного динамика, если, конечно, он именится в устройстве. Теперь можно совершать звонки и прослушивать сообщения прямо с часов. Само собой, девайс должен быть подключен по Bluetooth к смартфону. Отметим, что данным функционалом уже давно обладают часы компании Apple – Apple Watch. На портале госуслуг Татарстана стала возможной запись в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Всего записаться можно в 22 филиала МФЦ. На портале услуги.татарстан.ру необходимо найти раздел МФЦ. Здесь можно записаться на прием, выбрав подходящие дату и время. Также есть возможность проверить готовность ранее подданных документов. Для этого необходимо внести номер заявления и свою фамилию. Ко всему прочему, в разделе услуги МФЦ есть прямой переход на официальный портал многофункциональных центров. Там вы сможете уточнить адреса филиалов, время их работы, а также контактные телефоны. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok